Всем привет, добро пожаловать в новое видео. Сегодня у меня для вас такая бьюти-беседа на тему кислот и витамина А разных его форм. Это ретинол, ретиналь и ретиноиды. Я не просто покажу вам свою уходовую рутину, в которой сейчас у меня в использовании ретиноиды. Я хотела бы с вами так тщательно все разобрать, возможно, ответить на самые часто задаваемые вопросы от моих зрительниц. И давайте начнем. Я уверена, что это видео будет полезным многим из вас, но приготовьтесь. Скорее всего, оно будет супер длинным. Поехали. Итак, что же выбрать? Кислоты или витамин А, одну из его форм. Здесь вы должны или сами оценить состояние вашей кожи, определить проблему, подобрать актив, который поможет ее решить. Или же то, что я настоятельно рекомендую сделать, посетить грамотного специалиста, врача-косметолога, врача-дерматолога, который составит для вас план ухода и также будет его корректировать, если что-то пойдет не так. Не у всех есть такая возможность, потому что найти хорошего специалиста в этой области – это та еще задача. Кому-то, как мне, например, не хватает времени, у кого-то нет финансовой возможности или, например, не устраивает результат, которого вы достигли при использовании тех или иных средств, выполняя те или иные процедуры. Это то, что было у меня. То есть это все было временным, и мне пришлось самой все это изучать для того, чтобы заметить такую стабильную, позитивную динамику. Что касается кислот и витамина А, то здесь нужно понимать, что обе эти группы запускают процесс обновления клеток нашей кожи, но работают они совершенно по-разному и на разных слоях нашего эпидермиса. Если кислоты, а речь идет о АХА кислотах и БХА салициловой кислоте, они больше работают на таком межклеточном уровне, они разрушают межклеточные связи и за счет этого происходит обновление нашей кожи. То есть такое легкое отшелушивание. Это если хотите, грубо говоря, такой минимальный ежедневный пилинг или же там несколько раз в неделю. И благодаря этому запускается процесс обновления наших клеток, также выработка эластина, коллагена, улучшение внешнего вида нашей кожи, гладкость, сияние и так далее. Но это не глубоко. Что касается витамина А, а сегодня речь пойдет о ретиноле, ретинале и также о дополении. Здесь все по-другому. В том плане, что витамин А работает гораздо глубже. И также это та группа компонентов, активных ингредиентов, которые очень хорошо изучены. В частности, ретинол и их эффективность еще и клинически доказана. Дело в том, что на нашей коже есть определенные рецепторы, которые способны поймать сигналы, которые отправляют одна из форм витамина А. Это может быть ретинол, ретиналь, адапален. Это то, чем пользовалась я. И распознать его. И, скажем так, действовать так, как задает витамин А. То есть, грубо говоря, одна из форм витамина А заставляет клетки нашей кожи работать определенным образом, по определенной формуле. И это все происходит гораздо глубже, чем при использовании кислот. При выборе кислот или витамина А, также учитывайте тот момент, что, как мне кажется, кислоты дают более заметный быстрый результат, но при этом они более безопасны для домашнего использования. Также вы можете применять кислоты несколько раз в неделю или же даже каждый день, но в маленьких концентрациях с ретинолом. Даже супер маленькая концентрация может вызвать гиперчувствительность, шелушение, покраснение, даже дерматит. Поэтому будьте осторожны. И если вы начинаете свое приключение с витамином А, ретинолом, будьте готовы к тому, что это игра в долгую. И первый результат заметный. Вы можете наблюдать спустя минимум 2 месяца регулярного использования, а даже скорее спустя полгода. И это то, что нужно очень грамотно и осторожно вводить в свою уходовую рутину, даже в мизерном количестве. Что касается кислот. Есть фруктовые кислоты, АХ кислоты и БХА кислота, солициловая кислота. И лично на мне, например, гораздо лучше работали АХ кислоты. И они, наверное, сейчас самые популярные. Одна из таких нашумевших, но не супер универсальных, это гликолевая кислота. Это кислота, которая имеет самую маленькую молекулу, поэтому она глубже других проникает в нашу кожу. И, соответственно, эффект от нее сильнее. Но это тоже может вызвать гиперчувствительность кожи. Она может краснеть, могут появиться высыпания. Потому что это все-таки травмирование нашей кожи. Это пилинг. Это нужно понимать. Это не просто мы увлажняющим кремом намазались. Кому она хорошо подойдет? Тем, у кого такая плотная кожа, жирная, комбинированная, которая не склонна к раздражениям. И тут вы можете выбрать или тоник, или сыворотку, или даже крем с содержанием гликолевой кислоты. Что касается выбора средства с любой кислотой, также с одной из форм витамина А, я настоятельно прошу вас не покупать всю линейку. Сейчас стало модно делать там умывалку, скажем, тоник, сыворотку и крем. Все с добавлением кислоты или того же ретинола. Мне кажется, что даже самая плотная нечувствительная кожа через несколько недель или превратится в нечто красное и раздраженное, или она способна даже полностью отвалиться. Поэтому лучше не перебарщивать. И когда вы определяетесь с формой кислоты, с видом кислоты скорее так, вы берете маленькую концентрацию и наносите небольшое количество на лицо, наблюдаете, есть ли покраснение, есть ли сжение, что происходит на следующий день, есть ли шелушение, ощущение стянутости. Это касается всех активов, поэтому будьте бдительны. Если вы забываете, когда и что там на себя мажете, заведите себе дневник, потому что это могут быть не шуточки и в случае кислоты, витамина А. Идем дальше. Более такая, как мне кажется, мягкая кислота, но та, которая тоже дает видимый результат, и она еще и хорошо работает с кожей, склонной к высыпаниям. Это миндальная кислота, у нее уже молекула чуть больше, и она работает не так глубоко, как гликолевая кислота, но, тем не менее, тоже можно наблюдать то, как кожа преображается, она становится более такой сияющей, все то, что я перечисляла ранее. И тут тоже можно выбрать или крем, или сыворотку. Если вы никогда ничем не пользовались, то берете одно в небольшой концентрации, потом можете добавлять. Чудесная кислота молочная. Тут с концентрацией может быть по-разному, потому что если это будет небольшая концентрация в виде 5%, то она может даже сработать на улажнение кожи. Поэтому я советую выбирать концентрацию хотя бы 10%. И я постараюсь также по ходу этого видео делать такие картинки, слайды с примерами тех средств, которые нравились мне, отзывы о которых я получала от вас, которые тоже на вас отлично работали. Кому подойдет молочная кислота? Новичкам, обладателям такой нормальной кожи, склонной к сухости, не особо проблемной, тем, у кого никогда не было опыта с использованием кислот, у кого кожа тонкая и, возможно, даже не гиперчувствительная, но такая, которая склонна к покраснениям. Это та кислота, которая работает очень мягко, но со временем, опять же, даст нам все те бонусы, которые способны предоставить АХ-кислоты, фруктовые кислоты. Также можно использовать аскорбиновую кислоту, которая очень часто присутствует в разнообразной косметике, но, по моим ощущениям, она очень часто работает точно так же, как гликолевая, она вызывает раздражение, поэтому все, у кого чувствительная кожа, разоцея, будьте осторожны, и я бы на вашем месте все-таки выбирала молочную кислоту или азолоиновую. Фруктовые кислоты также отменно убирают какие-то постакне, небольшие пятнышки, вообще, в принципе, выравнивают тон лица. То есть, когда ты начинаешь использовать кислоты, ты просто не можешь поверить, что так можно было. Все фруктовые кислоты истончают роговой слой нашей кожи, за счет этого она начинает сиять. Но нужно также понимать, что фруктовые кислоты нарушают наш защитный барьер. Поэтому, что бы вы ни выбрали, а я все-таки считаю, что сыворотка или тоник – это один из самых таких оптимальных вариантов. Поверх лучше всего нанести какой-то увлажняющий крем, базовый увлажняющий крем. Если вы не хотите вникать, если вы там не разбираетесь даже, где отдушка, а лучше всего выбирать такой даже крем, не просто увлажняющий, а испытательными свойствами, с какими-то успокаивающими. Если же вы совсем не разбираетесь в этих увлажняющих кремах и что там кому подходит, спросите даже в аптеке какой-то крем для чувствительной кожи. Это может быть La Roche-Posay, Толериан или Дермедик, Гидроин-3 или Этюд Хаус, или же Атапалм. Их огромное количество, и желательно, чтобы он был без отдушки. Что касается солициловой кислоты, БХА-кислоты, она единственная, это та кислота, которая работает внутри поры, и которая помогает нам избавиться от черных точек, от каких-то не слишком глубоких комедонов. Она отменно себя проявляет на проблемной коже, но в легкой степени, назовем это так. И иногда вообще существуют такие комбинации АХА-кислоты и БХА. Они также и мне подходили. Есть классная сыворотка на iHerb, есть те же пилинги от The Ordinary, от Eveline есть похожие, от Revolution что-то там. Все они у меня были, и все они приблизительно точно так же себя проявляют. Главное, если вы никогда не пользовались таким пилингом, то вводим один раз, две недели, и держим не столько, сколько написано на упаковке, я точно не помню, там то ли 8, то ли 10 минут. Держите вообще две минутки. Смываем, и дальше лучше нанести какую-то уложняющую маску, и в этот день мы не используем никакие кислотные сыворотки, никаких кислотных тоников, даем коже восстановиться. Если все прошло хорошо, можете держать дольше. Если спустя месяц, скажем, использования вот такого пилинга, вы видите, что все прекрасно, вы можете один раз в неделю сделать такой пилинг, и вообще не пользоваться никакой сывороткой. Кожа привыкает, адаптируется, можем добавлять, но не каждый день. Пожалуйста, любите, уважайте свою кожу, она у вас одна, это самый большой защитный орган нашего организма человеческого, поэтому наблюдайте за ней, и если у нее есть какие-то потребности в том, чтобы ей дали отдохнуть, не насилуйте ее, оставьте ее в покое, только увлажняющий крем с питательными свойствами, и все, нежное умывание. Восстановились? Пробуем еще раз. Буквально два слова об азилоиновой кислоте. Вот она подойдет тем, у кого чувствительная кожа, у кого розоцелия, но опять же будьте осторожны, сто раз это скажу, выбираем маленькие концентрации, она способна еще успокаивать нашу кожу и также выравнивать рельеф. Это та кислота, о которой достаточно редко говорят, она, скажем так, не на топе, не мега популярная, но если вы пациент, то копайте в эту степь. Теперь переходим к витамину А. Давайте несколько слов о ретиноле. Ретинол известен тем, что очень долго эффективность использования ретинола была исследована в области лечения акне и проблемной кожи. И не просто так, потому что благодаря ретинолу как раз запускался вот этот сигнал на правильную работу клеток нашей кожи. Помимо этого, это еще и самый мощный такой ингредиент, который хорошо сказывается на увядающей коже. Дело в том, что ретинол еще и запускает процесс восстановления, регенерации и также процесс формирования новых клеток. Если до 25 лет, конечно, мнения разнятся, все это занимает от 28 дней до 30, то есть у нас одна клетка отмирает, и новая формируется за 30 дней. То после 25 лет этот процесс замедляется. И именно поэтому кожа постепенно, потихоньку начинает превращаться в такую более сухую, более как будто такую серую. Появляются морщинки. Сначала они менее заметны, потом более. Конечно, все мы состаримся. Это тоже нужно понимать. И ретинол это не таблетка для молодости до 100 лет. Но тем не менее, даже такая возрастная кожа может выглядеть совершенно по-другому. Я вижу это по своей маме, когда она использует ретинол, когда нет. И для меня это тоже один из главных показателей. И, конечно же, о себе я тоже скажу несколько слов. Если вы не знаете, то мне скоро 36 лет. Также витамин А, некоторые его формы, и ретинол в частности, предотвращает формирование комедонов. Вы скажете, ну это же похоже на салициловую кислоту. С одной стороны, да. Но сравнивая эффекты от салициловой кислоты и витамина А в форме адапалена, например, я вижу, что они работают совершенно по-другому. Если на вашей коже регулярно появляются какие-то бугорки, закрытые комедоны, которые очень долго вызревают, которые не хотят выходить. Это то, что было у меня. Если у вас много стресса и кожа тоже на это реагирует таким образом, если салициловая кислота не справляется, я бы тоже советовала вам смотреть в сторону витамина А, адапалена или же хотя бы ретинола. И вот если в случае кислот они, конечно, тоже выравнивают рельеф кожи, но это больше борьба с какими-то постакне, все это быстрее проходит, то в случае витамина А и ретинола это уже даже борьба с пигментацией легкой средней тяжести. И я когда-то читала исследование, что даже если ты используешь одну из форм витамина А, то наша кожа меньше подвержена воздействию ультрафиолета. Конечно же, то, о чем я забыла сказать, но это супер важно, если вы используете кислоты или витамин А, то обязательно SPF. Минимум SPF 30, и даже лучше SPF 50. Кислоты и ретинол лучше всего использовать вечером, в вечернем уходе, а утром мы наносим свой обычный уход и добавляем SPF. Так вот, несмотря на то, что витамин А вызывает еще даже большую фоточувствительность, все равно в комбинации с SPF он лучше защищает нас от воздействия ультрафиолета. А чем так страшен этот ультрафиолет? Все мы с вами жарились бесконтрольно в молодости, как курица, гриль, ничего страшного, но это может толкнуться чуть позже, когда начнут появляться пигментные пятна. Причем нужно защищать вообще все тело, не только лицо, но при использовании активных компонентов, лицо это обязательно. Еще один момент, который я заметила при использовании ретинола, у меня меньше раздражений, даже при ежедневном использовании, вот когда уже ввела, я пользуюсь на регулярной основе, у меня меньше шелушений, мало того, поры более такие, знаете, бодрые, такие собранные, они не рыхлые, не как кратеры, они менее заметны, и вообще лично на себе мне больше нравится действие ретинола или какой-то другой формы витамина А. Как же ввести это чудо-юдо, раз это не так просто и не так легко, и даже не настолько безопасно в домашних условиях? Здесь мы выбираем минимальную концентрацию ретинола или адаполена, это может быть 0,1-0,3%, и не нужно сразу покупать, например, крем с максимальным содержанием ретинола, с одним процентом, потому что есть вероятность того, что вы заслужите себе дерматит или как минимум очень-очень сильное покраснение на следующий день. Поэтому начинаем с маленькой концентрации, это может быть, ну, оптимально, наверное, 0,3%, и наносим всего лишь один раз в неделю. Смотрим на реакцию кожи. Если спустя две недели все хорошо, то можно, например, использовать опять-таки в среду и в пятницу. Если и тогда все хорошо, можно или повысить концентрацию и так потихоньку его внедрить, или же чаще использовать. Но мне кажется, что если вы перейдете на концентрацию в один процент, то при ежедневном использовании это чревато плохими последствиями. Поэтому не борщите. Лучше маленькими шагами, постепенно, на протяжении длительного времени, тогда вы будете довольны результатом, а не по ходу дела справляться со всеми вот этими дерматологическими последствиями. Теперь так, что выбрать? Крем, сыворотку. Мне кажется, по моим ощущениям, если говорить о небольших концентрациях, давайте сначала о ретиноле, да? О небольших концентрациях ретинола, то крем, он всегда содержит еще какие-то дополнительные компоненты, которые будут еще и восстанавливать вашу кожу, успокаивать и сглаживать вот эти негативные моменты при использовании ретинола. Если же вы выбираете сыворотку, то здесь, скорее всего, будет такой более видимый эффект, более заметный. И то, и другое мы вводим очень постепенно. Все средства с ретинолом, сыворотки, в основном, да, советуют наносить на голое лицо. Но это тоже не всем подходит. Я пробовала по-разному, разные средства. Я скажу вам так, вы можете пробовать по-разному. Ретинол, мне кажется, это постоянно, знаете, какое-то такое балансирование. А, так не подходит? Давайте по-другому, давайте еще раз попробуем, давайте сначала и так далее. Если вы замечаете, что все пошло не так и у вас просто красное лицо или шелушение, то, пожалуйста, уберите, восстанавливаем и только потом возвращаемся. И можно попробовать еще так. Вы наносите увлажняющий крем на голое лицо, потом, например, сыворотку с ретинолом и еще раз увлажняющий крем. То есть у нас получается такое, как бутерброд. Так тоже можно. Еще можно не оставлять сыворотку на ночь. Например, мы умылись, дали лицу высохнуть, чтобы вообще не было влаги, потому что тоже это влагоусилевое действие ретинола, можно получить ожог. Поэтому лицо высохло, оно сухое, все окей. Мы наносим сыворотку, оставляем на 20-30 минут и смываем. Дальше наш самый обычный увлажняющий крем с питательными свойствами дополнительными. И вот этого времени, 20-30 минут, будет уже достаточно для того, чтобы клетки вашей кожи приняли сигнал. Ретинол будет работать, но он не будет раздражать ваше лицо в течение всей ночи. Попробовали так, кожа привыкла, через недельку давайте попробуем нанести, например, на час или оставить на ночь. Но не одну только сыворотку, а пожалуйста, не забывайте о восстановлении кожи. Что-то еще? Ретинол это не средство локального применения, то есть его все-таки наносят на все лицо. И то же самое касается адапалена, например. Если вы никогда не пользовались ретинолом и вообще различными формами витамина А, то даже при маленьких концентрациях или если вы переходите на более такую конкретную там 0,5% или даже 1%, обязательно нужно защитить область вокруг губ каким-то очень жирным кремом или же вазелином, область под глазами, сюда мы не наносим ничего и крылья носа. Сейчас я уже могу нанести и вообще не париться, все нормально, но сначала было по-разному. Также то, о чем стоит сказать, если вы начинаете свое приключение с витамином А, с различными формами, минимизируйте свою уходовую рутину. Не сочетайте с кислотами, кто-то говорит, что это можно делать, но во всяком случае не на этапе новичка, не на этапе адаптации к ретинолу. Выбираем какую-то очень мягкую умывалку. Если хотите добавить какой-то тоник, то тоже лучше, чтобы он был без запаха, а даже еще лучше выбрать какую-то супер увлажняющую эссенцию, которая будет направлена на восстановление вашего защитного барьера. Что-то с церамидами. И просто крем под глаза ваш любимый и крем для лица, который я уже сто раз упомянула, один из. Все, этого будет достаточно. И что-то защитное под глаза, на крылья носа, на губы, на начальный этап. Ну что, теперь перейдем к моей уходовой рутине. И также расскажу вам по ходу дела еще и об адапалении и кому нужна такая форма витамина А. Я сегодня не стану упоминать третинаин, потому что это лекарство, это самое агрессивное, самое серьезное, если хотите, форма витамина А. Это чистая ретиноевая кислота, которая действительно может привести к ожогу, к очень плохим последствиям. Поэтому я и сама не касаюсь без консультации у доктора. И вам тоже не советую. Ну, конечно, она дает эффект вот этой глаз-скин, которую мы наблюдаем в Инстаграме. Многие модели тоже пользовались, но смотрите, если у вас пигментация и морщины, то можно ретинол, ретиналь. Если у вас такие небольшие прыщи, какие-то закрытые комедоны, тоже можно ретинол. Но если у вас проблема с закрытыми комедонами, то тут я приготовила для вас кое-что, о чем я расскажу как раз в своей уходовой рутине. Я в своем уходе использую диферин в форме геля. Это адапален-гель с концентрацией 0,1% активного вещества. Что такое адапален? Это ретиноид третьего поколения, синтетический ретиноид, и он предназначен для проблемной кожи. Это может быть акне средней легкой тяжести, или же, например, это то, что у меня воздействие кортизола на организм. Это гормон стресса, это не значит, что я невротик. Есть определенные жизненные обстоятельства, которые заставляют наши надпочечники работать неправильно, и состав кожного жира у нас меняется, он становится таким более вязким, и образуются закрытые комедоны. Так как у меня кожа комбинированная, склонная к сухости, то зачастую такие закрытые комедоны, которые сначала проявляются в виде бугорка, просто бугорка, потом он воспаляется, потом он там долго сидит, достать его невозможно. И избавиться от него, конечно, реально, но очень часто это заканчивалось бесконечным выдавливанием вот этой поры, пока ты до нее доберешься, потом я ходила к косметологу, были проколы, и это все было настолько глубоко, что даже я сама не способна была это убрать. И даже если это было там две штуки на лице, ну они, скажем так, влияли на мое настроение, на мой внешний вид, и когда у тебя какое-то воспаление на лице, я могла его мусолить там, и потом еще после таких проколов, после выдавливания у тебя остаются шрамы, от которых очень сложно избавиться, это рубцы, которые, возможно, незаметны прям всем окружающим, но когда таких рубцов за 30 с чем-то лет на лице становится слишком много, то это уже не смешно, и летом я начала вообще читать, что с этим можно сделать, ну сколько можно, мне уже скоро 36, мне пора интересоваться морщинами, а у меня какие-то закрытые комедоны, и это не прыщи, это именно, знаете, закупорка, пор очень глубоко, и оно потом воспаляется, и ретинол, вообще, особенно дополен гель, он еще способствует быстрому заживлению, восстановлению, это все вообще сводится к нулю, и даже если что-то возникает, то кожа быстро приходит в себя, все заживает и без рубцов, и вот именно дополен, как одна из форм витамина А, он предотвращает вот эту закупор-купор, и также делает кожный жир менее вязким, то есть таким жидким, все гораздо быстрее выходит, еще и оказывает противовоспалительное действие, и адапален это тоже вам не шуточки, даже в такой небольшой концентрации, когда летом у меня начала забиваться одна пора, я просто ее правда настолько замучила, я исходила к косметологу, говорю, посмотрите, что это, может уже к хирургу надо, потому что вот этот бугорок, он не проходил, он красный, и косметолог проколола достаточно глубоко, и она говорит, я не знаю, там какие-то воспалительные процессы, ну ничего уже даже не выдавливается, я узнала об адапалене, я покупаю его на херби, это именно дифферин, конечно адапален гель можно купить и в аптеке, он недорогой, это гораздо дешевле, например, чем сыворотки даже с ретинолом, но я не могу ручаться за каждый адапален гель, который вы приобретете в аптеке, у нас, кстати, адапален продается по рецепту, я подумала, что я сэкономлю 150 злоток на визите к дерматологу, не буду ждать полгода, пока я к нему попаду, и рискну, я вообще рисковая дама, я очень много пробую на себе, вот, и я заказала его и начала изучать, как же его ввести в свою уходовую рутину, обязательно супер мягкое умывание, я вам тоже его покажу, дальше, это средство не для точечного применения, его наносим на все лицо, так же, как я рассказывала, например, с ретинолом, защищаю губы, область под глазами, крылья носа, и если в случае ретинола, нам достаточно там половины фаланги пальца, для того, чтобы нанести на все лицо, если используем на шею декольте, то вторая половина, ну, то есть, вот такого количества полосочки, или полпипетки и сыворотки достаточно на все лицо, то в случае адапалена мы берем горошинку, то есть, это реально очень мало, и как я его вводила, так, как рассказывала вам, один раз в неделю на голое лицо, абсолютно сухое, держала его полчаса, смывала, и дальше просто восстанавливающий уход, после того, как я начала замечать, что у меня нет каких-то шелушений, кожа не красная, я начала мазать его и оставлять на ночь, тоже один, потом два раза в неделю, потом чаще, и в случае и ретинола, и в особенности адапалена сначала могут появиться во время адаптации новые высыпания, вот такого, как при использовании адапалена у меня давно не было, потому что ты вроде как делаешь что-то против прыщей, вот этих комедонах, а тебя обсыпают просто как никогда в твоей жизни, так как витамин А и адапален, он ускоряет все процессы, соответственно, созревание вот этого забитого комедона, разжижение вот этого жира, оно все вытягивает наружу, и это нужно переждать, просто, главное наблюдать, чтобы не было покраснений, шелушений, и вы не переходили, не скатывались аж в дерматит, если все нормально, ну просто высыпание, вот так религиозно мазать, восстанавливать кожу, утром SPF, и не поверите, это все проходит, и моя вот эта пора, которая не давала мне спокойно жить, так как я помешанная еще на уходе, думаю, ну что ж такое, еще не работает, у меня есть, девочки, все возможные средства от прыщей, и ретинол в более мощной концентрации, которые тоже как бы для проблемной кожи, от него я получила ожог, стоил он 150 евро, я говорю, спасибо, не надо, пошла искать сама, так вот эта пора, она перестала воспаляться, у меня остался только небольшой такой красный рубец, но она хотя бы перестала постоянно, ну в ней ничего там не собирается, она просто потихоньку сама по себе проходит, и уже кожа гладкая, наверное останется небольшой рубец, но хотя бы это все закончилось, и даже если что-то выходит наружу, какие-то, даже это не закрытые комедоны, а как ты видишь, как черная точка образовалась, только чуть раз, при этой самой она выходит, то есть нет вот этого процесса такого, что нарывает, что-то там надо выдавливать по сто раз, и такие прыщики проходят за один-два дня, и потом, когда все заживает, то нет вот этого красного пятна, только какие-то старые, которые были, вот эти поры, которые бунтуют, с ними чуть сложнее, и все-таки от постакне или дольше нужно пользоваться уже не адапаленом, а скорее ретинолом, или же переключиться на кислоты, но только не совмещать это все, забудьте обо всех пилингах, даже энзимных, о кислотах, о чем угодно, если вы выбираете ретиноиды, если вы также принимаете внутрь ретиноид, то этим вам мазаться тоже не надо, заказываю на iHerb, потому что там это доступно без рецепта, и бывают хорошие какие-то акции, скидки, не призываю во всех бросаться, и не гарантирую, что это поможет всем, у кого акне, но или спросите у своего врача, косметолога, что думаете оба дополения, потому что мне предлагали специалисты ретинол, действительно было лучше, но как только сильный стресс, спустя месяц ждите таких сюрпризов и неприятностей с кожей, на которые ты потом потратишься просто сотни долларов на походы к косметологу каждый день, каждую неделю, на бесконечные чистки, и вот так по кругу, и я подумала, что все, с меня хватит, я включаю ретиноиды, чем я сейчас умываюсь, на самом деле много таких, знаете, каких-то деликатных умывашек сейчас на рынке, поэтому выбирайте ту, которая нравится вам, но без кислот, без спирта, не сильно пенящаяся, а лучше вообще не пенящаяся, что-то вот такое нейтральное и с низким уровнем PH, сейчас у меня умывание от Beauty of Chosone, я влюблена в этот бренд, сегодня нет никакой рекламы, я чисто от себя рассказываю, это то, что я сама приобретаю и рассказываю об этом, все, это опять же такая умывашка, как я сказала, с низким уровнем PH, и она очень приятная, здесь какие-то фруктовые экстракты, она гелевая, ничем не пахнет, но во всяком случае я этого не ощущаю, и она и как утреннее умывание, и как умывание перед ночным уходом, классная, не вызывает ощущения стянутости, домывает тушь, если она есть, не сжет глаза, если вам хочется что-то из аптечных брендов, это может быть Ceraway, мне кажется, что на такой период лучше всего подойдет такая, как молочко, которое пенится, вставлю вам картинку, если у меня есть макияж, то сначала я смываю его вот таким гидрофильным бальзамом, тоже Beauty of Chanson, это что-то, что у меня когда-то было, и я захотела вернуть целое время скидок, очень классный бальзам, он оставляет кожу такой бархатистой, не пахнет ничем, и после этого бальзама мне тактильно даже нравится лицо, оно такое мягенькое, вообще не стянутая, хорошо смывает косметику, еще один бальзам, который мне нравится особенно на холодное время года, да вообще я его люблю, это I'm From, я уже вам все уши прожужжала, если просто утро или нет макияжа, то умывалка, если макияж, то вот эти два средства работают отменно, можно взять отопалм умывание, можете выбрать другой очищающий бальзам, гидрофильное масло, главное, чтобы оно не было там для жирной кожи, не какое-то там, не знаю, что там туда могут добавить, что-то вот такое, что будет еще успокаивать или как минимум не раздражать. Кремы, которыми я пользуюсь, я вам тоже неоднократно показывала, это ламилярные кремы от бренда отопалм, и вот этот большой, он погуще, и раньше я использовала его и днем, и вечером, сейчас как-то для ночного ухода, мне нравится вообще на шею и на декольте намазать его много, он не так быстро заканчивается, чуть более густой, но сейчас при длительном использовании именно крема для лица, и я это начала замечать при использовании тональных, на этот крем вообще настолько круто наносится тональный, это огонь, но что касается восстанавливающих свойств, то они не жирные, но они очень хорошо восстанавливают защитный барьер, вы знаете, как по кирпичикам отстраивают его, они очень крутые, при этом не как жирная пленка, и даже на зимнее время отменно, после кислот, после ретиноидов, ретинола, я уже начинаю заговариваться, потому что очень-очень много информации сегодня, в общем, у меня день, вечер и день, а вы можете взять один универсальный, я куплю себе, наверное, вот такой же, буду использовать и утром, и вечером, ну, посмотрю, в любом случае, это просто роскошная марка, вы можете взять что-то с центеллой, например, успокаивающей, что-то с церамидами, тут it's up to you, да, ну, и солнцезащитный крем, я уже много раз его упоминала, это Beauty of Chison, уже, наверное, третья упаковка, SPF 50, еще и с пробиотиками, с рисовым каким-то там экстрактом, очень легкий, не выбеливающий, увлажняющий, но при этом не оставляющий такого жирного какого-то, знаете, ощущения на лице, и хорошо держится, никуда не стекает, в шею, там, в декольте, в течение дня, даже в супер жаркую погоду, и даст вам дополнительное увлажнение, даже поверх базового крема, например, там, после Etude House, или есть еще очень классный крем, я сейчас забыла название, он тоже на ламиллярной основе, и его я тоже хотела бы попробовать, главное, не забыть, вот, и в сочетании с обычным базовым кремом, это еще одна порция увлажнения, это очень круто, также у меня есть вот такой тонер увлажняющий, неплохой, нравится G9 Skin, и когда я вижу, что там уже похолоднее на улице, и нужно как-то минимизировать последствия моего ретиноида, я могу нанести тонер, там, повесить стирку, например, там, убраться полчасика, чтобы это все подпиталось, и тоже делаю бутерброд, тонер через полчаса адаполен, то есть дифферин гель, вот этот, да, и закрываю все кремом, и так иду спать, и тогда меньше шелушений, сейчас иногда в области губ что-то появляется, но в целом наконец-то эти прыщи не появляются, и в принципе через где-то, сейчас я всем этим пользуюсь, уже второй, третий месяц получается после адаптации, я замечаю, что после умывания у меня лицо начинает блестеть как самовар, просто, то есть это не только борьба с акне, но это тоже такое выравнивание рельефа, очень классно, и я рада, что я сама докопалась до этого, под глаза я использую вот такое масло, то есть это смесь разных натуральных масел, тоже показывала вам, можно взять, например, на iHerb что-то такое, или в каких-то эко-магазинах, наверняка можно найти баттер под глаза, очень классный, питательный, но то, что я сейчас заметила, что на некоторые туши это нехорошо влияет, потому что и ваш крем, и консилер, и пудра под глаза это то, что может провоцировать какое-то отпечатывание туши, не каждая тушь выдерживает, это реально как жирненькое что-то под глаза, как масло настоящее, поэтому тут смотрите, можете выбрать какой-то питательный крем, на этом, как вы понимаете, я не остановилась, потому что под глаза тоже стоит использовать ретинол или же ретиноид, но тут нужно быть вообще предельно осторожным и выбирать конкретно сыворотки, например, или кремы, которые предназначены для этой нежной области, я попробовала два и так как я пользовалась и тем и другим, я не могу сказать какое мне нравится больше, но давайте немножечко все-таки расскажу. Первое, что я приобрела еще летом, это сыворотка под глаза с ретиналем от бренда Beauty of Chosone. Что такое ретиналь? Это что-то, что при попадании на нашу кожу это одна из форм витамина А что-то при попадании на нашу кожу трансформируется в ретиноевую кислоту и я читала, что по исследованиям это что-то, что даже в 10 раз мощнее ретинола и конечно такую сыворотку нужно использовать с максимальной осторожностью и SPF утром мы наносим тоже под глаза. Кстати, Beauty of Chosone не печет мне. если я наношу SPF прямо под глаз все окей. Но тут все, конечно, очень индивидуально. Я попробовала наносить сначала на крем и так, конечно, это все работает. То есть крем, сыворотка, снова крем. Но я также рискнула нанести и на голую кожу и потом только запечатать все кремом. если делать просто на сухую кожу и потом увлажняющий крем, даже питательное вот это масло, да, то я замечаю, что кожа как бы на утро стянута и ей нужен вот этот перерыв в несколько дней для того, чтобы восстановиться. Если каждый день начать мазать, то может быть очень плохо. Но тут все зависит от типа вашей кожи. И со временем я начала замечать, что область под глазами сияет и она такая более подтянутая очень классно. То есть это такое действие антивозрастное против морщин. Это не панацея, но для опять же стимуляции выработки коллагена, для сглаживающего такого эффекта это пожалуй самое мощное, что можно придумать. И также это та сыворотка, которую мне подарил бренд Sunday Riley, по-моему в прошлом году, если я не ошибаюсь, достаточно давно. И я прочитала, что это комплекс ретиноида с неоцинамидом и написано, что аж 6% если говорить о ретинале в этой сыворотке под глаза, то аж 2% это достаточно много, а здесь 6%. я подумала, что нужно изучить этот вопрос, потому что я бы не хотела, чтобы еще раздражение было под глазами. Это комплекс, как я понимаю, то есть 6% это скорее всего всех активных веществ вместе. Могу ошибаться, но мне кажется, что именно так. Здесь ретиноид, напишу вам как именно он называется, и центелла это именно успокаивающий компонент, также экстракт маковых вот этих семечек, наверное, и керамиды, церамиды, тоже можно и так, и так. Также я вычитала, что в составе здесь есть ретинол, помимо этого ретиноида есть еще и ретинол, но именно вот этот ретиноид, я даже поинтересовалась, имеет низкий индекс раздражения, широкий спектр действия, корректный статус окисления, повышенная стабильность и отсутствие фототоксичности, то есть вот эта защита, предотвращение вредного воздействия ультрафиолета, также борьба с пигментацией и так далее, и антивозрастное действие в первую очередь, и вы знаете, я наносила его под глаза, и мне кажется, что как будто даже меньше припухлости, когда я использую его, может быть это только показалось, но тем не менее сыворотка очень приятная, и то же самое, при постепенном вводе этого средства и регулярном использовании, тоже не ежедневном, вижу, что блестит так же, как лицо, как отполированный самовар, поэтому дальше буду экспериментировать с сыворотками под глаза, нужно определиться, какое буду пользоваться на постоянной основе, это подороже, это чуть дешевле, как видите, выбор всегда есть, они разные по составу, но под глазами мне тоже хотелось поиспользовать что-то против морщин, потому что почему бы и нет, раз есть такая возможность, девочки, после использования кислот и всех возможных форм витамина А, кожу можно дополнительно как бы восстанавливать, так подпитывать при помощи всяких масок, но лучше брать какие-то или очень сильно насыщающие влагой, или с центеллой, или что-то кремовое, тоже сделаю вам подборку любимых таких сильно увлажняющих масок, у меня их несколько, как-то сейчас взяла с собой только вот эту, чтобы показать баночку, это Clinique Moisture Search, тоже очень классная маска, но я не оставляю ее на всю ночь, то есть наношу, там могу даже полчаса с ней походить, потом смываю и свой привычный уход. На этом все, я надеюсь, вам сегодня как минимум было со мной интересно, а как максимум полезно, не забывайте поддержать меня пальчиком вверх, для меня это и как отдача, и как благодарность, и как сигнал того, что я что-то делаю правильно, что-то хорошее транслирую, полезное для вас, также на моем канале доступна функция супер спасибо, в период ограниченной монетизации, максимально урезанной, мне будет очень приятно, эта функция доступна во всей Европе, не знаю, как в Украине, но если у вас есть желание поддержать меня, поблагодарить за мой труд, мне тоже будет очень приятно, я годами делюсь с вами какой-то информацией, какими-то положительными моментами, чем-то полезным, стараюсь и сама для себя что-то изучать, но и возможно давать кому-то почву для размышлений, толчок для действий, и возможно вам тоже будет полезно то, о чем я сегодня рассказывала, а судя по вашим письмам и комментариям, вы действительно прислушиваетесь к тому, что я говорю на ту или иную тему, поэтому я рада стараться для своей аудитории, а если у вас есть желание и возможность поблагодарить меня и отправить супер спасибо, я тоже искренне признательна, наверное, буду монтировать 100 лет это видео, но я хочу максимум пользы в него внести, и надеюсь, что вы это оцените, все, всем пока-пока, спасибо за внимание, и встретимся совсем скоро,